на что следует обращать внимание когда мы производим покраску неровного потолка это продолжение плейлиста на тему как идеально покрасить потолок потому что очень часто нам приходится экономить когда заказчик говорит ровнять не надо и мы шпаклюем как есть точнее красим как есть данном случае вот у нас здесь полу подвальное помещение здесь плиты на потолке то есть мы их не ровняли просто свели на нет и красим сразу то есть потолок вот следует сразу принять во внимание направление швов у нас в данном случае они идут таким образом плиты вот то есть на это сразу следует обратить внимание производить покраску следует то есть вот таким образом по плитам если мы будем красить так получается у нас вот эта неровность на плитах какие-то ямки где-то мы не будем прокрашивать поэтому есть вероятность того что шов будет сильно бросаться в глаза если мы будем производить окрас вот таким образом то есть повторяя изгиб валиком то мы хорошо закрасим все ямки которые мы не выровняли в данном случае вот у нас плита идет хорошо и видно эту неровность то есть мы прокатаем и на просвет это не будет так сильно бросаться в глаза нежели если мы так будем катать потому что в местах где будет не прокрас шубой будет отличаться будет видно этот шов будет еще больше бросаться в глаза поэтому чтобы такого не было сразу определите направление движения валика вот и красьте только в этом направлении конечно еще многое зависит от окон то есть у нас здесь хорошо в принципе совпало вот еще один шов что мы как раз будем красить по направлению от окна то есть это правильное направление вот ну конечно бывает наоборот бывает плиты вот так идут вот тогда придется измудряться вот но если есть возможность я еще раз повторю лучше то есть перпендикулярно швам красить то есть таким образом мы повторяем изгиб неровности шва валиком вот это основной момент другой момент не используйте слишком большой валик вот 25 сантиметров самый оптимальный валик вот потому что все зависит от поверхности насколько она неровная чем больше неровности на потолке тем значит меньше должен быть валик чтобы вы могли все прокрасить тоже бывает конечно еще безобразнее если вообще не шпаклевали но в таком случае плохо будет цеплять валик то есть валик должен цеплять всю поверхность равномерно одинаково если где-то будет он скользить по поверхности а где-то не доставать то это будет на просвет все заметно вот это еще один такой момент следующий момент когда поверхность неоднородная в данном случае у нас вот швы они получаются сильнее впитывает чем бетон то когда вы производите покраску потолка на этих швах у вас быстрее краска впитывается поэтому хорошо грунтуете эту поверхность подготавливайте потому что даже бывает так что вы не успеваете прокатать всю полосу у вас на швах уже начинает засыхать краска и текстурно отличается потому что по бетону она скользит валик здесь уже например на швах она подсохла вот поэтому чтобы такого не было хорошо подготавливайте поверхность грунтуете чтобы она одинаково впитывала воду в себя возможно даже наш вы сделайте больше ударения пройдите в два слоя обычную плиту в 1 швы в два слоя вот такой вот небольшой совет потому что именно краска отличается текстурно очень сильно вот в данном случае мы в один слой пока прошли так следующий момент когда вы красите и кривой потолок красьте его не слишком жидкой краской почему потому что чем же же краска тем большие дефекта она высвечивает соответственно чем гуще краска тем большие дефекта она скрывает вот это такое золотое правило поэтому мой совет слишком краску не разбавляйте и используйте для этого валик с большом с большим ворсом с большой длины ворса это сантиметр полтора один и два это оптимальная длина для валика если у вас поверхность кривая чем больше вы создадите шубку тем меньше дефектов будет на ней видно вот еще хотел показать вот в данном случае у нас здесь на потолке обратите внимание сделана декоративная штукатурка это еще один способ скрыть дефекты то есть она как бы отвлекает на себя внимание и таким образом какие-то неровности не так бросаются в глаза поэтому если вы не хотите выводить идеально потолок можете тоже взять на вооружение пройти декоративной штукатуркой вот и таким образом отвлечь внимание от дефектов именно этой штукатуркой так что используйте эти советы для покраски неровного потолка если вы будете конечно красить если вы будете красить жидкой краской и будете использовать маленький ворс на валике также без декоративной штукатурки то все швы все неровности будут как на ладошке уже проверено поэтому обязательно еще я уже говорил в прошлых видео используйте краску степень блеска двоечка вот чтобы он не бликовал вот в данном случае у нас чуть-чуть бликует потолок потому что уже пошли соображения того что здесь подешевле краску взять по моему здесь четверочка степень блеска четверочка или семерочка вот но на самом деле здесь как прачечная здесь не так важно заказчик вообще не хотел здесь делать поэтому здесь уже соображение того чтобы подешевле подешевле побыстрее сделать это же основной основной ремонт два следующих этажа это первый и второй этаж полуподвал здесь они хотели сделать побыстрее и подешевле вот а так вообще берите на вооружение хорошую краску конечно чтобы она не бликовала вот эти вот основные моменты в принципе все кто еще не смотрел полностью плейлист вот все моменты там уже более 15 видео на тему как идеально покрасить потолок еще будут другие видео относительно техники некоторые моменты потому что вот я не все сказал у меня было шестое видео по моему по техникам нанесения краски вот еще некоторые моменты как говорится всплыли хотелось о них сказать вот будет следующее видео тоже добавочное по техникам и также про большой валик большой валик он больше 50 сантиметров как им правильно красить вот и будет наглядно показано то есть не просто теория но и практика то есть как им красить некоторые моменты некоторые особенности вот но и также по техникам тоже будет наглядно показано потому что там некоторые нюансы которые нужно показывать вот в принципе все какие то вопросы остались пишите в комментариях на этом все до новых встреч